И еще одно коротенькое видео по поводу гормональной пасты. Как вы все помните, вот эту орхидею, внизу на этой белой орхидее, мы пробовали, я вам показывала, как же правильно пользоваться гормональной пастой для того, чтобы вырастить детку или цветонос. Я снимала чешуйку с самой верхней почки, наносила на нее тонкий слой цитоканина и говорила вам, что если вы хотите детку, слой цитоканина должен быть чуть толще и орхидея должна находиться в тепле. Чтобы было градусов 25 не меньше, только в этом случае появится детка. В другом случае будет цветонос. Я же на своей орхидее детку не собиралась выращивать, мне нужен был цветонос. Поэтому, когда моя почка набухла и появились, сейчас я вам покажу, вот первые вот такие вот листочки, я ее быстренько перенесла в другое место, где более прохладно, где температура воздуха ниже 20, я не знаю, градуса 18, наверное, тогда было 17-18. И выросла вот из одной почки вот таких два цветоноса. Тогда я вам еще говорила, что если у вас получится такое, что с одной почки будет расти два цветоноса, то желательно один цветонос убрать. Почему, я объясняю. Вот смотрите, один цветонос, который еще только набирает силу, и второй из этой же почки, который сейчас цветет. Силы орхидея бросает на оба цветоноса, поэтому малое количество цветов. Вот, была бы одна стрела, цветов было бы больше. Я имею ввиду, одна стрела из одного старого цветоноса, было бы цветов намного больше. Моя же, при даче ко всему, отсушивает один бутон. Там, вон, есть у нее продолжение роста цветоноса, но этот бутон она сушит. И этому есть объяснение. Ей не хватило света. Она стоит в глубине комнаты, на полочке, где висит одна лампа для большого количества орхидей. Это лампа флора, обычная лимисценная лампа. Вот, и по всей видимости, не по всей видимости, так оно и есть. Ей просто не хватило света, поэтому она один бутон отсушила. Сейчас, коль она уже цветет, я перенесла ее в более светлое место. Дам ей возможность процвести и этим цветоносом тоже. Ну, и доращивать, конечно, этот цветонос. Вот это то, что касается гормональной пасты. Я никогда не использую на своих орхидеях гормонов. Я никогда их не стимулирую удобрениями. Мне это не надо, я уже не один раз говорила. У меня фаленопсисов очень много, и все они цветут, можно сказать, по очереди. Кто-то цветет в год два раза, кто-то цветет один раз, но продолжительно. Кто-то цветет раз в два года. А есть такая орхидея, которая не цветет уже третий год. Да я на этом и не зацикливаюсь, придет время, захочет она и зацветет. Значит, чего-то ей не хватает, значит, у нее нет желания. А может быть, она просто жирует, кушает хорошо, отдыхает, свет ей дают. Вот, зачем напрягаться, зачем цвести. Но я ее не тороплю, не хочет цвести и не нужно. Вот так вот. Это то, что касается, ну, в моем понятии, гормон. Еще раз повторю, никогда не используйте гормональную пасту на корнях. Гормональная паста, она предназначена для почек, которые находятся на цветоносе, но никак не на корнях. Корни от гормональной пасты расти не будут. Хотя, существует такое мнение, что если развести гормональную пасту и поливать ею орхидею, ну, как будто бы у нее появится больше корней, она будет больше развиваться. Если честно, я никогда такого еще не пробовала. Возможно, возможно, попробую на какой-то из одной орхидеи, разведу эту цитокониновую пасту, да, пролью свою орхидею и посмотрю, что будет. Будут детки или будут корни, или просто она будет бесполезна. На этом все. Спасибо всем за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами Марина, канал Орхидушки и мы.